Лекция на тему политика по арестам. Арест это наказывание или санкции, которые вводятся против гражданина, который нарушил тот или иной пункт законов штата или страны. Арест одна из самых строгих санкций, которые мы имеем право вводить против граждан. Арест подразумевает собой лишение или ограничение свободы человека за его незаконные действия в отношении граждан, штат или страны. При проведении ареста вы должны действовать по одной и строго отлаженной схеме, так как любое ваше неодуманное или неправильное действие может грозить последствиям не только вам, а всей окружающим. Сейчас вы узнаете больше о политике при проведении ареста и схеме, по которой обязаны проводить все сотрудники департамента. Вы замечаете нарушение законов штата и первое, что вы делаете, пытаетесь остановить нарушение законов со стороны правонарушителей. Вы выдвигаете законные требования в его сторону, которые он обязан будет подчиняться. Гражданин подчиняется требованиям и сдается правоохранительным органам. Второе, это уже непосредственно сам арест. Вы надеваете нарушники на преступника и начинаете спрашивать о знании им его прав. Если человек не знает свои права, вы обязаны зачитать ему их и после он должен их понять. Третьей стадией становится проведение первичного обыска на месте, где офицер надел наручники на человека. При первичном обыске вы должны обыскать самые легкодоступные места и также места, в которых могут находиться предметы, которые угрожают вашей жизни. Этими местами являются пояс и карманы человека. При первичном обыске перчатки не используются и если вы находите у него оружие, просите напарника принести контейнер из багажника, в котором, Рэй, убираете оружие. Четвертым этапом становится вторичный обыск. Вторичный обыск проводится на капоте вашей патрульной машины. Вы поднимаете гражданина с земли и ведете к капоту, после чего кладете торсом парня на капот. При вторичном обыске перчатки должны быть надеты. Вторичный обыск уже является полным и вы обязаны обыскать всего преступника. Все предметы, которые были найдены при первичном и вторичном обыске, отправляются в контейнер. Наступает пятый этап – транспортировка. После обыска сажаете арестованную машину и начинаете транспортировку в департамент. По приезду туда начинает предпоследняя стадия заполнения всех нужных бумаг и работы с арестованным. Вы заполняете все бумаги, которые нужны. Также проводите полную работу с человеком, оставляете его отпечатки в базе данных, фотографируете его на фоне стены с разметкой роста. Последний этап – это ограничение свободы гражданина. Вы закрываете его в камере, на этом арест окончен. Вы должны придерживаться данной схемы ареста и не отвлекаться от нее. Любое ваше нарушение схемы ареста грозит тяжелыми последствиями не только вам, но и окружающих. На этом лекция окончена. Вопросы есть какие-то? Нет. Нет. Используются ли перчатки при первичном обыске? Сейчас. Лекция на эту тему окончена. Все молодцы. Используются ли перчатки при первичном обыске?